Ничья земля. В этом блоке собраны проекты, которые по нашей типологии получили название Ничья земля. Это те самоорганизации, которые были реализованы в пространствах, которые никому конкретно не принадлежат. Они принадлежат всем и каждому. Это заброшенные заводы и дворы, площади и улицы города. С одной стороны, эта территория абсолютно свободна, с другой опасна. Это городские джунгли, экстремальные условия пригородных территорий, лесопарков, лесов, полей и даже замерзших рек. Сюда же мы включили события, которые разворачивались на свободной территории интернета. Это художественные проекты, которые функционируют во всемирной паутине. Здесь оказались собранные вместе такие разные истории, как с одной стороны фантомная выставка в Санкт-Петербурге или самарская биеннале «Лед», и с другой художественный фестиваль активистского искусства «Медиаудар», организаторы которого устроили выставки во время политических протестов на Чистопрудном бульваре, известный также как «Окупай-Абай». Здесь вы можете увидеть и любопытнейший комикс одного из участников этих акций, художника Алексея Иорша, посвященный истории активизма в российском искусстве с 90-х по настоящее время. Инициатор фантомной выставки Михаил Заиканов придумал интересную форму взаимодействия с городской средой. Он собрал круг художников, которые согласились создать работы прямо в городе, на заборах, на стенах магазинов и жилых домов, во дворах, около закрытых территорий и даже на деревьях. Спустя месяц Заиканов устроил экскурсию для всех желающих, в ходе которой художники инспектировали состояние сделанных ими работ и общались с жителями. Другая инициатива – видеофестиваль «Пусто», который проводили в Москве в 2000-е годы. Организаторы фестиваля просто подгоняли к одному из наугад выбранных домов в центре Москвы машину с видеопроектором, проецировали видео работы своих друзей и коллег на эту стену и смотреть их могли все приглашенные и случайные прохожие. Два любопытных проекта представляет Краснодарский институт современного искусства и группировка «ЗИП». Это фестиваль уличного искусства, который называется «Может». Он проводится каждый год в Краснодаре. И летняя арт-резиденция под названием дача. Она находится на даче братьев Субботиных в недостроенном доме у берега моря. Рядом с ней расположена галерея «Яма», представляющая собой стихийную песочную яму. В этой галерее каждый год летом проходят выставки участников резиденции. Что касается проектов в интернете, то здесь представлены две инициативы художницы Анастасии Рябовой и проект Анны Ходорковской «Reality Raum Residence». Последняя создала арт-резиденцию в своей съемной студенческой комнате в Вене, приглашала туда художников и кураторов со всех уголков земли и транслировала их пребывание и результаты деятельности в интернет в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Этот канал собрал огромное количество поклонников. Если вы хотите узнать больше о явлении художественных самоорганизаций, приглашаем вас ознакомиться с подборкой литературы по теме, расположенной в главном зале. В Resource Room также можно посмотреть видео с серией семинаров, которые прошли в Музее Гараж в ноябре 2015 года и собрали художников из разных городов и записи вводных лекций об истории самоорганизации в России и за рубежом. Организатора проекта Саши Обуховой, кураторов Николая Адюро, Елены Яичниковой и Анны Арутюновой. Справка. Уральский филиал Государственного центра современного искусства ГЦСАИ появился в Екатеринбурге в 1999 году, взяв на себя миссию внедрить современное искусство в общественное пространство города. Самый масштабный проект филиала Уральская индустриальная биеннале современного искусства, основанная в 2010 году. Более ста производственных, выставочных, театральных, образовательных и бизнес-площадок Екатеринбурга и Уральского региона стали участниками биеннале, а индустриальная тема сделала ее крупнейшим игроком на карте мировых биеннальных проектов. Сегодня более десяти проектов Уральского ГЦСАИ – номинанты Всероссийской премии в области современного искусства «Инновация». На площадке центра реализуются выставочные и междисциплинарные проекты, образовательные программы в сфере современного искусства для детей и взрослых, театральные лаборатории и исследовательские проекты. В состав ГЦСАИ входят Москва и семь филиалов – Санкт-Петербург, Владикавказ, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск. Музей современного искусства «Гараж» – место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Широкая программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, проводимая музеем, отражает актуальные процессы, происходящие в русской и международной культуре и создает возможности для публичного диалога, создания новых произведений и их критического осмысления. Центром этой деятельности является коллекция музея – первый в стране архив, посвященный истории современного русского искусства с 1950-х годов до наших дней. Спасибо за внимание! Ждем вас снова!